В 21 веке благодаря интернету жизнь стала проще. В глобальной сети люди продают и покупают, сдают и арендуют, обменивают вещи. Это давно стало обыденностью и подвоха в объявлениях никто не ожидает. Но, как показала история этого молодого человека, нечестные онлайн-продавцы есть. На сайте Форпост мужчина нашел обвес на автомобиль по приемлемой для себя цене. Мне нужен был этот обвес, я заинтересовался в этом объявлении. Позвонив по номеру телефона, мне ответил мужчина, который представился Сергеем. Мы сказали, что данный обвес есть у них и стоит он 30 тысяч рублей. И нужно сделать за него предоплату в размере 15 тысяч рублей. Мужчина отправил аванс и решил сразу же заказать у этого же продавца резину на колеса. Никий Сергей, продавец деталей для авто, сказал, что стоить это будет 20 тысяч рублей. Предоплата – половина суммы. Товар молодой человек должен был получить через 8-10 суток. Когда подходило время получать мой товар, я позвонил по данному мне номеру Сергею, но телефон был заблокирован. Я зашел на форпост и попытался найти это объявление, чтобы как-то связаться с продавцом. Но объявления я не нашел. И тогда я понял, что меня обманули. Еще одной жертвой онлайн-мошенников стала девушка, которая хотела арендовать жилье. Однокомнатная квартира по привлекательной цене в 8 тысяч сразу обратила на себя внимание. Это оказалось агентство. Агентство мне предложило дать номер хозяйке, только если я заплачу им 4 тысячи рублей на электронный кошелек Яндекса. Девушка перевела деньги на счет фирмы. В ответ получила сообщение с номером телефона владелицы квартиры. Предлагаемое жилье оказалось значительно больше и дороже. Ответила хозяйка, сказав, что у нее сдается двухкомнатная квартира за 20 тысяч рублей и она сдает ее без посредников. И в общем я поняла, что это развод. И после этого я обратилась в полицию. Оба дела об интернет-мошенничестве расследуют правоохранительные органы. Однако раскрыть преступление, совершенное в сетях всемирной паутины, не так просто. Как показывает практика, при расследовании уголовных дел номера телефонов, с которыми осуществляют звонки мошенники и банковские счета, на которые люди переводят денежные средства в качестве залога, зарегистрированы в других регионах России. А это в свою очередь отражается на ходе расследования уголовных дел. В частности, необходимо время для того, чтобы направить запросы в соответствующие организации других регионов. Не попасться на удочку мошенников легко. Сотрудники полиции рекомендуют следовать простым правилам. Не отправляйте деньги на незнакомые счета. Назначайте личную встречу с продавцом или агентом. Обязательно просите расписку или заключайте договор об оплате. А также лучше не прельщаться дешевым товаром. Ведь чем больше сумма в объявлении отличается от средней рыночной, тем больше вероятность, что это предложение от мошенников. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Матвей Мугер, Телемикс.